Люди, которые купили квартиры в этих многоэтажках, ждут новоселье уже 16-й год. Сейчас обманутые дольщики региона принимают непосредственное участие в спасении собственных недостроенных жилищ. Евгений Лернер в покупку квартиры вложил последние сбережения. Мужчине даже пришлось продать машину и пересесть на общественный транспорт. Говорит, свою часть сделки он выполнил, собрал весь пакет документов, оплатил всю сумму за жилье. Это чистой воды аферная организация полностью вся. То есть вся деятельность ее построена на том, чтобы затягивать процесс строительства, выжимать как можно больше денег с дольщиков, субсидий с государства. Объект начинал устроить компания «Единство». У нее не было ни четкого проекта, ни разрешения на строительство. Через два года после начала работ фирма остановила строительство. Дольщики быстро поняли, что рассчитывать нужно только на себя. Создали некоммерческое партнерство и наняли подрядчика, который должен был закончить работы. До середины прошлого года строительство продвигалось, но сегодня ситуация снова зашла в тупик по непонятной причине. О своей беде дольщики рассказали областным властям. В Министерстве строительства предложили достроить дом за счет региональных средств и с привлечением денег из фонда защиты прав участников долевого строительства. Но для этого все дольщики должны стать членами ассоциации, открыть специальный счет и погасить задолженности. Как орган исполнительной власти пообещали каждому гражданину, пострадавшему на данном объекте, с одной квартиры, обращаю ваше внимание, потому что это закон Самарской области, до спинансировать завершение строительства. Осложняет ситуацию и то, что нынешнему застройщику дольщики не доверяют и намерены его переизбрать, поскольку работы на объекте не ведутся. Застройщик оправдывается причиной в изменившемся плане действий, который сейчас согласовывается с областным министерством. Ассоциация не имеет сро, не имеет ресурсов для того, чтобы производить работу самостоятельно. У нас была определенная договоренность с мелкими подрядчиками, что они после Нового года выйдут на работу определенные и будут работать за квадратные метры. Но к этому моменту министерство предложило вот тот план, который оно предложило, и для того, чтобы не плодить дольщиков, юридических лиц, которым впоследствии нужно будет доплачивать, они предложили пока эти договоренности отложить и действовать согласно того плана, который они предложили. Если застройщика не перезберут, он обещает продолжить возведение дома в начале марта. В противном случае ситуация снова затянется на неопределенный срок. Сейчас ситуация на контроле областного министерства. Для правительства Самарской области задача по решению вопроса обманутых дольщиков в числе приоритетных. По итогам работы 2019 года в регионе исключены из перечни проблемных 12 жилых домов и удовлетворены права свыше тысячи человек. Мэри Илчан Николай Епифанов, События.